Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании eMarkets, меня зовут Артем Звездин. Для вас я сделаю сегодня обзор рынков с точки зрения WSI, с точки зрения Price Action. Мы рассмотрим валютные форекс-пары, золото и, конечно же, биткоин. Если вас интересуют другие активы, такие как акции, например, фондового рынка, фьючерс на индекс РТС, фьючерс на нефть и так далее, то по ссылке в описании к этому ролику вы найдете полный выпуск, где я сделаю обзор данных инструментов. Давайте приступать к работе. А евро? По евро, ожидаемо, мы зависли вокруг двух уровней, а именно возле уровня 1.12.65.97 и 1.12.00.23. Мы видим, что он находится сейчас в очень мощном коридоре, поэтому рекомендации на следующей неделе покупать от низа коридора и продавать, конечно же, от верха коридора. Имейте в виду, что в данном, конечно, коридоре евро будет демонстрировать выносы вас по позициям. Ну, я думаю, вы понимаете прекрасно, с чем это связано. Уже неоднократно вы это видели на этой неделе, поэтому на следующей неделе, в принципе, может вас ожидать то же самое. Поэтому, если вас выбит по позиции, просто не расстраивайтесь, перезаходите в сделку, но другого пока что мы, как трейдеры, придумать не можем. Просто перезаходим в сделку и не расстраиваемся по этому поводу. Фунт подошел к уровню 1.24.957. Это мощный уровень для данного инструмента. Даже, скорее, здесь не уровень, больше диапазон. Видим резкое увеличение объемов на фоне того, что рынок вверх все-таки не идет. Все, конечно же, указывает на то, что в рынках у нас есть достаточно мощный продавец, который как раз-таки, возможно, засел у данного диапазона. На следующей неделе ожидаю активных продаж от существующих уровней, либо от данного диапазона. И цель наших продаж это диапазон 1.23.612. В случае пробоя данного уровня можем двигаться еще ниже к уровню 1.22.689. Говорить о покупках в фунте я бы пока не стал. Также учитывайте, что в рынках поменялась волатильность в целом, поэтому 2.100 же может выбивать немножко из топов. Примерно то же самое, что и на иене. Поэтому особо не расстраивайтесь. Иена. Прошу обратить внимание, что рынок в четверг и в пятницу находился у уровня 107.423. И рынок постоянно демонстрировал хвосты, сужение диапазона. Здесь рынок практически ушел в такую микроконсолидацию. И крупные объемы здесь, конечно, присутствуют. И это все указывает на наличие покупателей у данного диапазона. Однако прошу обратить ваше внимание, что рынок очень агрессивно пытается продавить данный уровень. И вроде бы быки пытаются сопротивляться этому. Появляется бычий объем, но ничего при этом толком не происходит. Напротив, рынок вновь подходит данному диапазону 107.423. И все это, конечно, указывает на то, что в рынках у нас очень мощный продавец, который, безусловно, мощнее данного покупателя. И продавец этот, по всей видимости, выкупит данного покупателя. На следующей неделе ожидают дальнейшее движение вниз, в диапазон 106.757. Если мы говорим о покупках, а о покупке, вот если честно, пока еще не вижу в данном инструменте только продажи. Поскольку мы не пробили еще диапазон 107.423, если собираетесь продавать данный инструмент, используйте стоп-приказы и пониженные объемы. Потом проще будет дариться в позиции, нежели сейчас выйти с убытком, поскольку риски сейчас в данном инструменте запредельные. Мы вот как бы предполагаем, что данного покупателя выкупим, но мы не бабы ванги, поэтому мы только предполагаем, имейте это в виду, риски сейчас очень повышены. А еще лучше это подождать пробоя и отката, и тогда уже продать. Это было бы вот гарантия, да? Австралиец. Австралиец рисует глобальный такой треугольник, и сейчас подошел вплотную к хорошему такому уровню 0.694875. Данный диапазон достаточно важен для данного инструмента, и что вероятно, что продавцы, конечно же, не пустят рынок выше. На следующей неделе ожидаю торговаться в рамках глобального треугольника, продавать от данного диапазона, а поскольку мы видим, что каждый раз цена от него отпрыгивает с полученным объемом, что указывает на мощного, безусловно, продавца, либо продавцов, мы этого не знаем в данном инструменте. Пока еще позиция этого продавца не разобрана, поэтому мы и предполагаем торговаться в продажу от данного уровня. Продажа рассматривается до диапазона 0.68800, и в случае пробоя данной области можем двигаться еще ниже к диапазону 0.68600. Канадец. В пятницу канадец продемонстрировал желание идти вниз, но прошу обратить внимание, что объемы потихоньку-потихоньку падают в инструменте. Падение объемов на фоне увеличения волатильности является сигналом для разворота. Об этом, по крайней мере, говорит объемный анализ и в целом наука ВСА как таковая. Мы видим, что в рынках у нас очень мощные продавцы, но мы также видим, что в рынках не менее мощные покупатели. Имейте в виду, что рынок сейчас заманивает новую порцию продавцов и, вероятнее, может нарисовать даже некий ложный вынос по следующим дальнейшим движениям вверх. По этой причине, в случае, если вы торгуете позиционно, среднесрочно, имейте в виду, что рынок может продемонстрировать кратковременный проход вниз к диапазону 1.352284 с последующим разворотом вверх, либо движение вверх будет с существующих уровней. По этой причине на следующей неделе все-таки постараемся найти некие покупки до диапазона 1.369889. Это область максимальных значений, максимальных хайов. Продажи сейчас спекулятивные, внутридневные и в целом с побочным риском. Не рекомендовал бы вам сейчас делать продажи, только покупки. Золото. Золото сейчас происходит набор позиций, и я бы все-таки вам советовал не торговать данный инструмент ни в покупку, ни в продажу, поскольку, что бы вы ни делали по золоту, вас обязательно выбьют по стоприказу, что, скорее всего, у вас и было на прошлой неделе. На следующей неделе не исключение, будет примерно то же самое. Если вы все-таки хотите поторговать, у вас руки чешутся, можете торговаться в рамках глобального такого бычьего тренда. Максимальные значения пока что здесь под знаком вопроса, неизвестные, но видно, что мы и дальше будем двигаться вверх на фоне новостных параметров. Можете также рассчитывать движение до уровня 1.800, ну, 1800 и выше, но имейте в виду, что в рынках опять-таки сейчас повышены риски, поэтому ручаться за данный прогноз я, если честно, не могу. Задим немного времени золота, пусть оно устаканится немножечко, проторгуется и покажет свои намерения, истинное лицо. Аналогичное хочется сказать и по криптовалюте. Биткоин постоянно рисует агрессивное движение вниз, с повышенными хвостами, объемом и в целом движением таким достаточно агрессивным. И, конечно же, это является вот таким вот некей заманухой, которая, возможно, и появляется для того, чтобы заманить как можно больше продавцов в рынках. Для чего это необходимо? Да я думаю, вы прекрасно понимаете, для чего. Цель является сбор ликвидности с последующим разводом на стопы. Я думаю, это понятно и очевидно даже ребенку. Как бы то ни было, сейчас рынок торгуется в рамках нашего вот такого глобального-глобального сценария, который мы обозначили еще черт знает когда, пару месяцев назад, если помните, даже в мае, по-моему, уже не помню точно. Это торговля между диапазонами 10800 и 8600. В случае, если рынок подойдет к диапазону 9800, в данном диапазоне будем искать, конечно, покупки. В случае, если рынок пойдет к диапазону 10800 и 9800, в данном диапазоне будем искать, безусловно, продажи. Пока что торгуемся в рамках вот такого глобального-глобального флета. В целом, глобально ожидаем пробоя, конечно, в стороны быков этого диапазона, Но до этого еще нужно дожить. Торгуем пока что вот эту вот локальную кардиту. До встречи через неделю. Удачи! Зарабатывайте!